Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь. Ну что ж, к повестке экономического календаря. Сегодня нас ждет заряженный день, заряженный макроэкономической статистикой из США. Целый блок данных, заказы на товар длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице и годовые данные по ВВП. Эта отчетов может оказать определенное воздействие на доллар. Но не думаю, что это влияние будет существенным и значительным, потому что американская валюта уже находится в ожидании заседания американского регулятора, который состоится через две недели. И как раз заседание Федрезерва будет уже основным катализатором для движения курса американского доллара. Хочу обратить ваше внимание, что индекс доллара сейчас котируется на отметке 101.39. Буквально накануне вышли данные по индексу PMI, производственной активности и сферу услуг, которые оказались лучше, чем ожидали эксперты. Однако эта статистика не привела к серьезным движениям по доллару, и американская валюта не смогла укрепиться на этих данных. Более того, она пришла к снижению и протестировала новые локальные минимумы. Что касается дальнейших перспектив, то, на мой взгляд, нам нужно дождаться сегодняшних данных и уже задаться вопросом, какие выводы сделает американский регулятор, если сегодня мы увидим более слабые показатели по ОВП американской экономики за четвертый квартал. Причем Федрезерв может сделать разные выводы. Например, то, что слабая статистика замедления темпов роста американской экономики является следствием высокого инфляционного давления, которое оказывает тормозящее воздействие на экономическую активность. Либо другой вывод, который заключается в том, что ухудшение экономических перспектив стало следствием жесткой монетарной политики. Поэтому отсюда уже вытекает другой вопрос, уместно ли и дальше сохранять высокие темпы ужесточения монетарной политики и активного повышения ключевой процентной ставки. Ответ на этот вопрос, на эти вопросы, скажем так, мы получим, друзья, в конце этого месяца на заседании с 31 января по 1 февраля. Поэтому, как и ранее уже комментировал, сейчас нам нужно лишь ждать. Сегодня переварим статистику. Скорее всего, какой-то серьезной волатильности не будет, но потом уже рынок перейдет в режим ожидания и будет непосредственно дожидаться заседания американского регулятора. По другим финансовым активам. Рынок нефти 86 долларов за баррель, даже чуть с небольшим. Монетарные факторы, слабость доллара, Китай, я имею в виду восстановление экономической активности, как следствие очень своевременного смягчения антиковидных ограничений, отмены локдаунов и открытия границ. Ранее мы уже обсуждали перспективы влияния Китая и роста экономической активности на показатели спроса с точки зрения оценок ОПЕК и Международного антического агентства. Эти оценки все еще актуальны, соответственно, спрос на нефтянку будет дальше расти. Я сторонник того, что рынок нефти в ближайшие дни протестирует 90 долларов за баррель. Как мы видим, данные по запасам нефти США. Собственно, очередная неделя роста запасов, по идее, негативный фактор, но рынок смог удержаться на локальных максимумах. Это воодушевляет дополнительно. И, скорее всего, тот оптимизм, который сейчас присутствует на финансовых площадках, позволит нефти выйти на новые локальные максимумы без каких-либо фундаментальных препятствий сопротивления. Золото 1946. Друзья, здесь практически мои поздравления. Мы еще не добрались до цели 1950. Это психологическое сопротивление, которое нужно преодолевать. И наш прогноз раньше был, что золото доберется до этого уровня. Как быстро, покажет время. Но, судя по всему, это случилось гораздо быстрее, чем многие ожидали. Хотя наш амбициозный план в рамках этой недели и заключался в том, чтобы протестировать вместе с этим активом сопротивление 1950. Мы по-прежнему смотрим на индекс треничных настроений. 13,87% расстановка сил, то есть 87% трейдеров золота шортит. И, разумеется, делая правильный вывод, что рынок должен идти против большинства, мы практически должны быть уверены в том, что золото преодолеет сопротивление 1950 долларов за тройскую унцию и потенциально окажется выше. Среди факторов поддержки для рынка драгоценных металлов хочу отметить последний отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Общая совокупная позиция выросла до 153 тысяч со 155. То есть уже, по-моему, 12 недели подряд росты или даже больше. Надо уточнить, уточню и, соответственно, на последующих брифингах расскажу. С индексом ренчаных настроений, локальной слабостью доллара и традиционно еще и нисходящей динамикой доходности американских облигаций. Ждем, соответственно, сохранения восходящей динамики и уже, возможно, друзья, стоит ставить на то, что золото даже на импульсном рывке сможет, преодолев отметку 1950, оказаться существенно выше. Вчера в центре внимания трейдеров находилась канадская валюта ввиду заседания Банка Канады. Мы рассчитывали на то, что Банк Канады повысит процентную ставку на 25 байсных пунктов до 4,5% и после на пресс-конференции просигнализирует о готовности действовать дальше в том же ключе, что в противостоянии инфляции. Ставку повысили на 25 байсных пунктов, как и ожидалось. Однако глава Банка Канады Маклим сделал однозначное заявление о том, что достаточно с повышением ключевой процентной ставки и Банк Канады теперь решил взять паузу и сохранить статус-кво на последующих заседаниях. Это было неожиданностью для рынка, что привело к другой реакции, не той, на которую мы рассчитывали. Вместо того, чтобы канадский доллар укрепился, мы наблюдали за его слабостью текущей котировки 1.34. Но напомню, что на канадскую валюту также активно влияет и рынок нефти, поскольку я уже обозначил довольно понятный, наверное, с точки зрения фундаментального фона бычий сценарий, то есть я ожидаю восстановления рынка нефти. Я ставлю на то, что нефтянка будет поддерживать канадскую экономику, потому что нефть имеет принципиальнейшее значение для показателей торгового баланса сырьевой канадской экономики. Цель 1.32. Прежнее ничего в них не меняется. Далее идем. Евро против доллара 1.09.12. Ожидания теста сопротивления 1.10 по-прежнему актуальны. Пара евро-доллара уже закрепилась выше уровня 1.09. И это еще один шаг, большой, сделанный в сторону неизбежности тестирования указанной планки 1.10. Поддержку евро оказывают монетарные факторы, а именно планы Европейского центрального банка продолжать повышение ключевой процентной ставки, поэтому сейчас мы, в принципе, уже знаем на основании комментариев представителей Европейского центрального банка, что на двух предстоящих заседаниях в февральском и мартовском ставка будет повышена на 100 байсных понтов. Повторяю, друзья, это в два раза выше, чем план американского регулятора, который в эти два заседания, предстоящие февральское и мартовское, планирует поднять ставку в совокупности лишь на 50 базисных пунктов. Статистика. Вчера буквально мы с вами разбирали индексы деловой активности в производстве, в сфере услуг, Германии, еврозоны. Как вы помните, статистика оказала поддерживающее такое воздействие на евро, потому что подтвердило, что европейская экономика практически миновала серьезный экономический спад, который ей грозил бы. И, наверное, он реализовался, если бы не позитивная динамика на рынке газа. Ну, позитивная динамика, я имею в виду снижение цен на газ. Вчера вышел отчет ИФА, бизнес-оптимизма, который также не разочаровал рост с 88,6 до 92. Но, учитывая, что до этого мы получили сильные данные по делу активности, в принципе, понятно, что ИФА не мог разочаровать. Отсюда тотальный фундаментальный фон, который сейчас за то, чтобы евро сохранил восходящую динамику. И наша цель на оставшееся время этой недели, это как минимум тест сопротивления 1,10. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!